Добрый день, уважаемые трейдеры компании iMarkets, на связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday. Я даю точные сигналы на прибыльные сделки, поэтому смотрите мой технический анализ, мои сигналы и зарабатывайте вместе со мной. Поехали! Итак, давайте посмотрим евро-доллар, но обязательно досмотрите видео до конца, обсудим обязательно нефть. Россия сокращает поставки в Европу, в Европе ввели потолок цен, а некоторые банки пророчат повышение цены, поэтому посмотрим, как это видно на графике. Итак, по евро-доллару он снижается вниз и на его пути встречается зеркальная линия поддержки. Давайте посмотрим на H4, лучше видно, как я ее нарисовал. Она основывается на вот этих максимумах и сейчас цена подходит к этой линии поддержки зеркальной. Если подойдет, мы можем ожидать рост цены от нее краткосрочной и можем заработать на росте. В долгосрочном плане я ожидаю снижения котировок по евро и на прошлой неделе, кстати говоря, я в телеграм-канале об этом писал. Кому интересно, подписывайтесь обязательно на телеграм. Вот здесь вот была разворотная фигура, но конкретно какая фигура я говорить не буду, потому что это по сути не имеет значения, а имеет значение именно внутренняя структура этой фигуры. То есть мы видим, что был рост, а потом было падение, которое превысило даже начальные значения этого роста. И это является разворотной фигурой. И я дал сигнал, мы на нем хорошо заработали, сигнал я в телеграм-канал дал. И поэтому ожидаю, что вообще все многие ждут уже давно разворота евро. И вот восходящий тренд он уже многих, скажем так, увел в просадку. Я надеюсь, что все-таки разворот скоро будет. И вот первые предпосылки этого разворота появились на прошлой неделе в виде этой фигуры разворотной. Если тренд дальше продолжится, если вы тоже ожидаете долгосрочный нисходящий тренд, то можете использовать, например, мой робот. Он полуавтоматический в режиме продажи. Поставить на сел, он будет собирать прибыль при движении цены вниз. Если будет повышаться цена, то он будет делать усреднение и тоже закрывать ордера в прибыль. Поэтому, кому интересно, смотрите тестирование робота у меня на канале по ссылочке в описании. Дальше, британский фунт также находится в восходящем тренде, понятно, но также мы видим сильную нисходящую свечу. Возможно, все-таки этот тренд продолжится вниз. Но у нас вот разные варианты, да, и нам не важно, куда движется цена, собственно говоря. Важно, что если она дойдет до уровня, то от него мы можем продавать или покупать. И здесь еще не реализованный остался уровень Fibonacci 61.8. Это в районе цены 1.27.33. Если до сюда дойдет, то отсюда будем продавать, зарабатывать на падение. Сейчас же у нас цена отбилась вот от этого зеркального уровня поддержки в районе цены 1.21.16. И пока что я больше здесь сигнала не даю. Вот, посмотрим, что будет дальше. Австралийский доллар, значит, был в боковом тренде. Но вот последнее нисходящее движение, вот на D1 видно, свеча очень мощная. Вполне возможно, что пошел разворотный потенциал. И здесь мы видим на пути снижения вот такую зеркальную линию поддержки в районе цены 0.65.42. Поэтому, если цена до сюда дойдет, можно будет покупать и зарабатывать на падение от этой зоны. Британский фунт швейцарскому франку откорректировался вниз, вот здесь мы видим. И очень идеально отработал от уровня 23.6 по Fibonacci разворот на покупку. Кто меня смотрел в прошлый раз, я надеюсь, вы на этом заработали. Я ожидаю, что цена пойдет еще дальше вниз. Если она все-таки пойдет, то ожидаю коррекцию также от уровня 38.2, 50, 61.8. Причем от 38.2, несмотря на то, что это не сильный уровень по Fibonacci, но усиливается предыдущим разворотом именно на этом уровне. Видите, цена уже отработала этот уровень. Поэтому, если пойдем вниз, то здесь будем покупать и зарабатывать на росте. Австралийский доллар к швейцарскому франку двигался долгое время в боковом тренде. Я многим рекомендовал зарабатывать на нем с помощью моего робота. Он у меня любит боковые тренды. И, наконец-таки, пробил линию поддержки. Сейчас я вижу, что цена возвращается. И это очень хороший сигнал по зеркальной линии сопротивления продать от этого уровня. Поэтому цена 0.6274. Смотрите внимательно, не пропустите. Если дойдет до сюда цена, здесь можно будет заработать на падение. Также я подготовил анализ валют швейцарского франка, золота, S&P 500 американского, биткоина и нефти. Все это в полном обзоре. Смотрите на моем канале по ссылке в описании. Сейчас давайте посмотрим новости, на которых можем заработать. В понедельник достаточно спокойно. А вот во вторник есть базовая кредитная ставка китайского банка. Вполне возможно, здесь будет повышенная волатильность. Также стоит обратить внимание на число выданных разрешений на строительство по Америке. Новости, может быть, волатильные. В среду нас ждет базовый индекс потребительских цен. Это традиционно индекс инфляции. Поэтому по Канаде ожидаем усиление волатильности. В четверг сразу несколько новостей по ВВП в Британии и в Америке. Ну а в пятницу предрождественское настроение, поэтому рынок будет тонкий. Единственное, что его может пошевелить, это данные по ВВП в Канаде. Обратите внимание. Вот такие новости на эту неделю. Ставьте лайк, если было полезно. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на телеграм-канал. Но там я делаю важные сообщения в момент, когда можно заработать. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok